инвестиции могут быть даже преступными и об этом сейчас речь и так здравствуйте друзья здесь зимитков юрий продолжаю видео про инвестиции и сейчас я хочу рассказать о том что инвестиции могут быть не только как бы иметь положительный окрас но и могут иметь и отрицательный то есть как бы инвестиции могут быть преступлением вот в чем дело смотрите в чем дело вот у меня часто спрашивают люди из республик там из белоруссии из украины спрашивают о том как же нам инвестировать если у нас инвестиции но друзья мои однажды я видел фильм про мафиози и там где-то было сказано что каждый рубль который вы не находится у вас в кармане они находятся не у меня в кармане является преступлением против меня вот таким образом то есть смотрите что такое что я имею ввиду посмотрите что такое инвестиции инвестиции в акции когда вы покупаете акции вы покупаете часть компании то есть часть какой-то какого-то бизнеса а какую какой бизнес вы купите какие акции вы купите вы купите наверное акции иностранных компаний ну например в белоруссии все компании все предприятия принадлежат государству вы купите государственные акции их нет просто не существует потому что все акции принадлежат государству в украине примерно аналогичная ситуация но в украине не такое большое количество компаний там владельцы олигархи вся украина разодрана на части олигархами и соответственно они не собираются ни с кем делиться таким образом получается что в общем-то сказать и нет предмета для того чтобы покупать если вы покупаете акции то вы покупаете то если у вас есть возможность купить акции то это значит что вы живете в государстве которая в принципе развита где есть свобода потому что покупка акций это элемент свободы элемент демократии вот в чем дело то есть смотрите ну лукашенко в принципе не дает возможности покупать почему вот именно поэтому то есть именно элемент демократии это что мы в россии имеем возможность вот у нас наша московская биржа во первых у нас в россии много есть своих крупных достаточно компании это там газпром лукойл там новотек тот же самый роснефти хотя мы сказать как бы ну вот но сложные отношения у нас к ним сургут нефтегаз сбербанк мтс и так далее и так далее и так далее есть много различных компаний акций которых мы можем купить и инвестировать таким образом в эти компании потому что это акционерные общества вот и с другой стороны мы имеем возможность инвестировать также в иностранные акции через биржу спб в долларах в американские компании мы можем инвестировать в немецкие компании и в принципе выбор то за нами и здесь смотрите есть конкурентная как бы ну борьба между различными компаниями но если компания предоставляет хорошие условия если компания дает хорошую доходность и если компания прозрачна вот это очень важно то есть прозрачном смысле бухгалтерии смысле нет никаких левых там каких-то схем вывода денег от акционеров то вот это вот очень важно и поэтому акционеры люди которые хотят инвесторы покупать акции они как раз думают о том в какую же компанию вложиться какая компания будет более прозрачная какая компания отвечает больше их интересам и как правило это компании которые но часто очень которые не являются национальными компании таким образом получается так что если вы инвестируете то есть если у вас есть возможность инвестировать то это значит что в стране но просто институт вот этот работает инвестирование который позволяет инвестировать в различные компании а в белоруссии института нет на самом деле и вот сейчас идет борьба как раз именно за это за то чтобы вот этот институт был наверное потому что смотрите я читал лично вот мне прислали закон как как можно инвестировать белоруссии например ну как точно так же как у нас было в советском союзе значит вы должны пойти значит там на каждый вид акции на каждую ценную бумагу на каждую сделку ну она однозначно будет иностранная потому что белорусских компаний нет акционерных вот на каждую акцию вы должны написать пойти там куда-то в налоговую или куда-то еще в государственный орган и написать что я такой секой значит хочу инвестировать деньги в акции иностранной компании объяснить почему вы это делаете объяснить откуда вы взяли эти деньги и естественно если у вас есть эти деньги а вы не отдали их лукашенко то в общем сказать вы преступник вот такая вот история поэтому друзья мои вот мой ответ тем людям которые из белоруссии спрашивают куда можно инвестировать в белоруссии а вот так вот значит в белоруссии вы можете инвестировать до теоретически вы можете сделать есть такая возможность там есть возможность инвестировать но при этом вы обязаны подать письменное удовлетворение в государственные органы на каждую сделку вот но есть компания в принципе это российская компания freedom finance она имеет лицензию центробанка россии и она работает в некоторых странах снг в частности насколько я знаю в казахстане в белоруссии вроде бы я тоже слышал что она работает то есть таким образом если вы найдете эту компанию то значит вы сможете вложить средства в эту компанию как в управление и она уже инвестирует средства вкладчиков в различные инструменты но при этом ну в белоруссии в частности скорее всего придется вам подать такое вот уведомление ну а в белоруссии что вы можете купить только государственные ценные бумаги то есть государственные облигации то есть дать деньги в долг облигацию пожалуйста не смейтесь это совсем неплохая инвестиция на самом деле потому что облигации белорусские они достаточно надежные белоруссия всегда платила по своим долгам всегда платила и нет никаких оснований ожидать того что она не заплатит в ближайшем будущем доходность там очень высокая потому что риски и все-таки есть вот политические вы знаете поэтому вот единственная возможность для вас белорусы уважаемые это пока к сожалению только вот наверное акции белорусских компаний для того чтобы инвестировать в акции белорусских вернее облигации белорусские вам вряд ли потребуется ставить уведомление или что-то еще что по поводу украины я просто не знаю говорят что там биржа на совершенно зачаточном уровне но я уже сказал что все акции разделены олигархами они ни с кем не собираются делиться и и в том числе прибылью и дивидендами и поэтому в общем сказать там тоже самое примерно а не украинские компании ну а кто ж вам это даст ну вот что по поводу казахстана в казахстане есть биржа есть биржа каспи насколько я помню она называется и она там работает и там есть значит я как-то читал что большое достижение что на казахстанской бирже уже аж 55 акций котируется и соответственно ну то есть там и количество сделок до 20 там в день наверное я не знаю ну то есть короче говоря но никакая она и там котируется акции казахстанских компаний но есть позитивная новость для граждан казахстана в том что на московская биржа выкупила часть капитала бирже каспи вот этой вот казахстанской и вероятно вероятно там будет уже доступ к московским площадкам обеспечен когда это будет я не знаю по моему это еще не происходило не произошло но вот так будет ну а с белоруссии но ждите приватизации она будет по любому она будет если лукашенко останется и она будет если лукашенко уйдет потому что потому что обратного пути нет на белорусская как бы экономика находится в тупике и в загоне и денег взять просто неоткуда только из приватизации и она будет и при лукашенко и при любом другом правительстве но при лукашенко если она будет то скорее всего просто был белорусские компании перейдут нашим русским олигархом российским ну и будет какая-то значит там акционерное общество и так далее ну что то будет вот такие у меня соображения по поводу инвестиций в иностранные компании ну а на сегодня все что вы думаете по этому поводу напишите пожалуйста спасибо за внимание до встречи с вами был демитков юрий вам привет из карачаево-черкесской республики вот там у меня за спиной вот это вот дорога называется старая сухумская там военно сухумская дорога там перевал на сухуме в абхазию но он не рабочий здесь вот буквально в километр от меня говорят пограничники стоят уже дальше не пускают ну а здесь видите горы высочайшие это большой кавказский хребет инвестируйте создавайте источники пассивного дохода и путешествуйте так как путешествую я здесь прекрасно ребята вообще классная штука до встречи